Кого я обидел словом, делом, я кланяю сердись ко мной. Прошу прощения. Я знаю, что я самый негодный, самый испорченный, самый негодный человек на земле. Отсюда я могу выйти лишь тогда, когда Господь мне позволит отсюда выйти. Другого шанса не будет. Почему я все время говорю обои? Потому что у меня приговор ПЖ. Пожизненное решение свободы. Депрессия закончилась у меня. Сразу после утверждения приговора. В Киеве это был 2006 год, 18 октября. На несколько дней я упал в глубокую депрессию. Для меня показалось, что жизнь закончена. Помог сокамерник поддержал меня морально и сказал, что жизнь не кончена, мы живем. Человек к всему привыкает. Нет тяжелого ничего. Просто режим, скажем так, строгий. Потому что я убийца все-таки. Подходим. Был стеснительным, положительным мальчиком всю жизнь. Пока не сел в тюрьму, пока не стал совершать преступления, скажем так. Родился я в Луганской области, поселок Калинова, Попаснянский район, 8 февраля 1972 года. Отец на то время работал на шахте. Мать на то время работала заведующей школьной столовой в школе, поселка Калинова. Все детство у меня ровное, обеспеченное, сельское, улица, друзья. Полно было всего. При союзе рос, обеспеченность была полная. Со школьных еще времен, старших классов, играл на гитаре, пел. Ездил на труслеты каждый год от школы, песни у костра. Музыкант. Поступил в училище культуры Луганское. На отделение народных инструментов. Получил профессию руководителя народного оркестра народных инструментов. Специнструмент Баян был. Играл на всех струнных инструментах. Моя жизнь это гитара была. Второй, третий курс я закончил. Призывают в армию. Попал я в учебку связи в Литву. Внутренние войска, учебка связи. Город Шауля и город Литва. Уволен был уже когда в 1991 году переворот был в Москве. Пришел домой. 1992 год. Развал всего. Развал союза. Купоны. Работы нету. Колхоз распался. Культура никому не нужна. Но мне еще год остался доучиться. Я пошел работать в милицию. Музыка. На то время, может быть и сейчас, не знаю, но на то время в милиции работать было некому. Бандитизм рос, преступность росла. Ну так, мне сладко характера такой. Решил приносить пользу в миру сил своих. Работая в милиции. В другой работе я себя не видел. В это время, когда я работал участковым, в селе, в больнице работала медсестрой. Моя будущая жена Ирина, с которой я познакомился. Мы женились. Жене работа моя не нравилась. Категорически. Когда работал в милиции, дважды получал травмы при исполнении служебных обязанностей. После травмы я в больнице был беспрерывно полгода. На мое место пришел только что закончивший институт внутренних дел в Донецке, Бырка Анатоль. Когда я вернулся на работу через полгода, мы с ним проработали в напарниках полгода с Быркой. Он младше на меня на 5 или на 6 лет. Потом я ушел в отпуск летом 1998 года. А его прокуратура взяла на взятки. И его уволили с органов внутренних дел. Мы продолжали общаться. Потому что дружили и наши жены. И мы дружбу сохраняли, скажем так. И Бырков предложил. Говорит. У меня есть люди. Можно заработать денег. Просто есть информация. Есть богатые люди. Заходим. Связываем. Забираем деньги. Уходим. Все. Я сначала отказался. При разговоре присутствовала жена. Бырка ушел. Она меня... Ну, денег не хватает. Ничего страшного, ничего страшного. Я даю свое согласие. И начинается моя преступная деятельность, которая длилась чуть больше года. Цель убивать вообще не было никогда. Цель была просто забрать деньги. Просто наживиться, скажем так, за чужой счет. В состав банды вошли десять человек. Девять из которых получили потом приговор. Восемь из которых получили приговор. Два посмертно. Один был застрелен до задержания. Один повесился в тюрьме. Один в розыске до сих пор. Его так и не поймали. И один из десятерых пошел по делу свидетелей. Банды руководил Бырка. И мало того, что он был уволен, он был в розыске. За взятку его объявили в розыске. Он был в бегах фактически. Он жил на нелегальном положении. С каждой операцией мы делили деньги на всех участников. Потом шла на транспортные расходы, на бензин и так далее. Два. Третье шло на оружие, на приобретение оружия, боеприпасов. Это три. И четвертое. Это, как говорил Бырка, на крышу. То есть всего слов нам в случае чего порешают вопросы за нас. Если мы попадемся, то за нас порешают. И вот с каждого дела он якобы кому-то отстегнул. Кому я не знаю. Наводку по дзержинским эпизодам, информацию, как я понимал, шла. Вот Семенова, который уже на свободе, освободился. Семенов не участвовал, как таковой, в самих нападениях. Он просто давал информацию, давал наводку. Привозил к месту преступления, увозил с места преступления, как действующий работник, обеспечивал путь туда и назад. Мы приехали в поселок Дзержинск. Семенов сказал, есть человек, который занимается приемом металла. Живет в частном доме. Сегодня вечером от него уходит машина с металлом. Ему привезли деньги. По моей информации, у него в сейфе 10 тысяч долларов, как минимум. Наша задача зайти, забрать и уйти. Здесь боролось мое существо внутреннее, которое не желало преступным путем что-то делать, тем более причинять ему боль. А с другой стороны надо деньги. Вот надо деньги и перебороло мое существо. Я зашел в дом последним. Я связал его скотчем. Не помню, завязывал или нет. Руки точно связал. Это 100%. И он так лежал. Потом я услышал крики в соседней комнате. Там еще была женщина, его жена, дочка, ну лет 8 может быть. И мать. То ли его, то ли ее. Когда зашел в соседнюю комнату, Бырка бил пистолетом по этой женщине пожилую. Рядом кричала девочка и там молодая женщина. Я тащил Бырку, попросил женщин зайти в комнату. В это время кто-то из подельников нашли деньги в сейфе. 10 тысяч долларов это был первый случай. Второй случай мы нападение на валютчика. Сумка с деньгами. В эквиваленте там было где-то 60 тысяч, если в гривны все перевести. На отдельные эпизоды Бырка брал то одних, то других членов. То есть мы не знали, кто он будет в следующий раз. Это определял Бырку. В Харькове лично я принимал участие в нападении летом 17 июля 2001 года на трассе Харьков-Днепропетровск на торговцев обувью. По частям разделилась наша группа. Один из участников вел от рынка, второй из участников вел по трассе. Я был на своей машине. Номера предоставил Бырка. Где он их снял, я не знаю. Обгоняли мы эту машину зам и рефой. Выходил я, выходил Кошелев Игорь в форме работника милиции. Форму покупал Семенов Харьковина Барабашова, так он говорил. Ну, отражающая жилетка работника ГАИ. Ну все, в спецодежду. Жезлы, мигалки. Я заходил со стороны водителя. Мы сразу открывали двери, заходили, проникали внутрь. Водителя и его пассажира ложили на пол здесь же. Первая машина была Газель, Грозовичок. Вторая машина была Грозовичок Мерселес. Сразу завозили в посадку. Мы никого не убиваем. Я потом уже убил. Я потом уже убил. Убил. Одно преступление у нас было в Евпатории. Задача брать сумку с деньгами была моя и Чайковского. Чайковский был на мотоцикле за рулем. Я сидел сзади. Моя задача была, в обоих у нас было оружие. Убивать никто не шел, но все понимали, если что-то пойдет не так, придется стрелять. Для того, чтобы самому уйти оттуда живым. И желательно, чтобы с деньгами. Ослеживали больше недели этого валютчика. У него там точек пять, наверное, по Евпатории обменных пунктов. И была договоренность, где его взять. Обменный пункт возле центрального рынка города Евпатории. Он подъехал к этому обменному пункту с охранником. Вышел с машины. Мы подъехали сразу на мотоцикле к этой машине. Я встал с мотоцикла. Был без маски, был в бейсболке и в очках. Направил пистолет на валютчика. Стал отдавать деньги. Он что-то сказал, не помню, и убежал. Дверь оставил открытую в машину. Я с его стороны, с Ваильской, проник внутрь. Там остался сидеть охранник. В ногах у него стояла сумка с деньгами. Я ему крикнул, давай сумку беги отсюда. Естественно, он начал исполнять свою работу. Три выстрела. После того, как я уже понял, что выхода нету, я начал производить три выстрела. Охранник бросил сумку в машине и убежал. Я взял сумку, сел на мотоцикл и мы уехали. Потом я уже узнал, что охранник умер по дороге больницы. Я сдался сам. Это был сентябрь 2001 года. Нас всех собрал бырка и сказал, что Гунька задержали. Так что, скорее всего, придется разбегаться. Когда все это задержали Гунька, у нас с женой произошел дома скандал. Из-за чего? Из-за того, что она узнала, что я изменял и сказала, что якобы женщина от меня другая родила ребенка. 11 ноября это был наш юбилей свадьбы. Я приехал домой и она сказала, что были у нас с Харькова. Производили обыск. Я объявил розыск. Оставили они свои данные и сказали, что я позвонил. На это время уже я узнал от жены, что арестован Чайковский из поселка Мироновский. На это время арестован был Гунько из Харькова. И арестован уже был Семенов из Зерзинска. Три человека уже были арестованы. Жена просила, чтобы я убегал. Я просто взял телефон, позвонил в Харьков. Я говорю, я приехал, у меня сегодня дата свадьбы. Разрешите, я сегодня побуду еще дома, завтра я приеду сам. Они говорят, будь дома, мы с тобой приедем. 8 мая 2009 года меня сюда привезли в ВК-100. До сих пор не привык. Я все выполняю как послушание. Я обязан делать, я это делаю. Это, так скажем так, Господь определил все. Это моя судьба, это моя жизнь. В нем мы работаем. Конкретно я клею бумажные пакеты, сумочки подарочные в разных размерах. Сокамерники ищут сумки. То есть мы днем работаем, то есть у нас нет такого, что мы умираем от безделья. В течение дней, когда у меня есть свободное время, я обязательно молюсь. Читаю только духовную литературу или, допустим, газеты, которые заходят за камерниками. С 19 до 21 часа нам разрешилось смотреть телевизор. В это время я смотрю телевизор. Связь я поддерживал только с родными. После моего ареста никто, ни с бывших сотрудников, ни с бывших моих знакомых, никто ко мне не приезжал, не писал. Родственники принимают и принимают таким, какой я есть до сегодняшнего дня. Все, кроме жены. Дочка Тамара 18 лет исполнилась 27 августа. Есть еще вне брака дочь Юлия, 16 лет будет, 19 января. Я им писал, пока была возможность, пока на Донбассе не началась война. Туда письма просто не идут. С тем душевным состоянием, которое у меня сейчас, многое удручает, многое ужасает. Мне жалко того, что все так происходит. Такого не должно быть. Война – это наказание Божие народу за грехи наши. Это гнев людской, который накапливается. Я не определяю себе что-то. Я принимаю просто то, что произошло, то, значит, не должно быть. Расстреляли, значит, расстреляли. Мне дали пожизненное, мне было время покаяться. Я пришел к покаянию. С команды «Подъем» до команды «Отбой» я искупаю свою вину каждый день. Это ж не просто их отсидеть в кругу друзей. Хочешь спишь, хочешь не спишь, хочешь идешь, хочешь гуляешь, хочешь… Трудно. Мы получаем по заслугам. Это сто процентов. Просто надеюсь, что зритель и люди увидят, что не все пыжики, находящиеся в том числе на этом секторе, законченные негодяи. Вот что я надеюсь, что люди увидят и научатся прощать и любить. Что человек может измениться даже после того, как он убил человека. Никогда, ни при каких обстоятельствах не вернусь на преступный путь. Кто сегодня нам в нем стоит, я прошу их остановиться, посмотреть на мою бандитскую рожу и понять, что ничто в этой жизни не стоит. Никакой Мерседес или квартира, никакая вещь, никакая не стоит человеческой беды, а тем более не стоит человеческой жизни. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА